Здравствуйте, это подкаст АХЛ, второй выпуск. Я надеюсь, что наши выпуски будут выходить еженедельно, чтобы мы в них записывали, точнее не записывали, а обсуждали то, что произошло на прошедших выходных и то, что ждет нас на следующих. Сегодня у нас в гостях, в первую очередь, мой соведущий Денис Урканов. Всем привет, здравствуйте. На месте, все спортсмены на месте, да. И наш сегодняшний гость Рафика Кубджанян, форвард Перцев, тоже. Добро пожаловать в наш подкаст. Итак, ребят, давайте начинать обсуждать, что у нас был второй тур АХЛ, состоялось три матча. Первый тур был, первый матч у нас был, это Перцы-Пюник. Очень получилась интересная игра, очень эмоциональная. Да, Рафик, не зря мы тебя сегодня позвали, потому что был очень яркий эпизод, который достаточно активно обсуждался в соцсетях и не только. Вот, и начнем мы, давайте, с хоккея, все-таки с игры, да, победа Перцев, первая в чемпионате, вы обыграли Пюник. В целом прогнозы подтвердились, которые, да, обсуждались до игры, что Перцы-фавориты, они в целом и подтвердили этот статус. Рафик, скажи по игре, да, как вы вышли на лед, что у вас получилось, что не получилось, то есть, то есть, со своей стороны, с точки зрения игрока, просто опиши этот матч. Во-первых, мы очень морально готовились к этому матчу, так как мы проиграли в полу-рочень. Так как я сказал, что мы запоминаем соперников, которые нас обращают, вот, мы к ним подготовились прям особенно, чисто морально, по поводу физической подготовки, это мы готовимся ко всем соперникам одинаково, но вот морально подготовились вообще как-то по-другому. Вот, в раздевалке тренер сталкнул свою речь, что надо играть очень близко с ними, так как команда очень шустрая, гибкая. На оборонке у них есть пару зазоров, которые мы уже тоже заметили. В принципе, за счет этого мы и повели в матче. Слушай, ну, мне кажется, что у вас с Пинником уже такое принципиальное противостояние наклевывается, то есть, это ваш как будто бы, ну, соперник, который больше всего доставил каких-то, не знаю, там, дискомфорта, каких-то, не знаю, в целом моментов. Привет, Карен. Вот, то есть, у вас уже сформировывается реально такое противостояние, что вот перцы, пюни, прям каждый матч уже будет с какими-то драками, с какими-то эмоциями. Ты согласен? Это знаешь, это мнение лишь со стороны зрителя, со стороны, как игрок, я скажу, что для нас все соперники принципиальные, так как мы уже все понимаем, что каждый знает пол-офф, но мы все боремся за регулярку, чтобы выиграть регулярный сезон. То есть, все равно, да, перцы, фэлканс или ливы? Ну, вообще, не знаю. Наверное, знаешь, почему у нас с тобой такое мнение, мы смотрим все-таки со стороны эти матчи, да, не участвуем в них, и с первых игр, по-моему, перцы, пюник, задалась такая жаркая борьба, вот, поэтому, наверное, и у нас ощущение игры Берби, как будто бы, да, но, наверное, да, сейчас уже обретает, вот Краф сказал, обретает, наверное, уже такой, смысл, все команды как будто бы участвуют в дерби с друг другом, то есть у нас, у нас как будто бы сейчас так, если на Львов просто по-особенному, да, настраиваются, то другие команды уже смотрят, там, и перцы, и пьюник против, и фэлканс тоже, вот, будущие матчи будут играть против этих команд, не знаю, у нас настрой еще, наверное, сильнее, чем на Львов, потому что хочется выиграть, хочется уже проиграть в хоккей, да, и показать полностью вот себя, поэтому, наверное, каждый матч уже как-то это будет. Ну, хорошо, но, тем не менее, вот случился тот эпизод, да, с дракой против Алексея Иванова. Неужели у тебя в голове не будет всплывать вот этот момент, и у тебя лично не будет какого-то особого настроя, там, на пьюник, или, может, ты вообще охотиться выйдешь на Иванова? Честно, нет, этот эпизод у меня вот отложился и прошел, это было все, как... После матча уже все, я остыл, все нормально, а что-то там злопраденствовать или, так сказать, зуб точить под Лешу, нет такого, я лишь хочу пожелать ему здоровья, отличного матча, и все. Рафик, как думаешь, какое наказание тебе выпишет наш контрольно-дисциплинарный комитет, да, за драку? Ну, это как бы была не драка, это, с моей стороны, было не спортивное поведение, я с этим еще согласен полностью, так как это любительская лига. Но надо брать в объектив две стороны, против меня тоже было не спортивное поведение, это был не спортивный прием, так как был удар в голову, если приглядеться, и после этого тоже как бы раны остаются. У тебя, кстати, что, какие раны? Ну, больше душевные у Рафа, наверное. Не, ну вот Куба, если заметно, то у Рафа там немножко подбита. Хорошо, а тогда получается вот тоже острый такой момент достаточно, силовой прием был, да, ну, удар в голову как раз сказал, ну, опасный момент, так или иначе. Что нам с этим делать тогда в лиге, чтобы не было таких ситуаций? Ну, с этого сезона ясно прописано уже в нашем регламенте, что за это будут наказываться строже на много игроки, я думаю, что никому не хочется пропускать какие-то игры, хоть у нас сезонный достаточно длиннее, чем прошлый, но в любом случае игр всегда мало, когда вы любите эту игру и хотите играть в хоккей, пропускать матчи нельзя, вот, и помогать команде, тем более Раф один из лидеров Перцев, как бы они сами, как и Иванов со стороны Пьюника, он тоже лидер обороны, вот, и поэтому такие моменты, они уйдут, наверное, когда каждый немножко споткнется и поймет, что, наверное, все-таки это лишнее в нашем хоккее, но, по крайней мере, сейчас, пока там хотя бы 80% в лиге у нас непрофессиональные игроки, все-таки, да, когда придут профессионалы, понятно, там уже будет и силовая борьба, и дивизион Б, мы тоже обсуждали, да, об этом говорили, будет ясно, а сейчас, ну, споткнулся пару раз, кто-то научится на чужих ошибках, кто-то на своих. Вот, кстати, тоже, у нас чемпионат Армении, национальный турнир, главный хоккейный турнир в стране, но, тем не менее, да, у нас много любителей в лиге играет, и мы называем турнир любительским, но у меня диссонанс, вот лично у меня, да, как там, может быть, у журналиста, у человека, который пишет о хоккее и говорит, национальный турнир, но при этом с приставкой любительский, ну, как так может быть? Наверное, на данный момент, просто, знаешь, я сейчас так быстро, потом Раф, может быть, что добавит, наверное, все строят с этого, то есть начинают, у нас здесь не было профессиональных хоккеистов в Армении, то есть их очень мало, и они в основном разбросаны по разным странам, кто где играет, вот, и Раф тоже не так давно приехал совсем из России, ну, то есть здесь не было хоккеистов, сначала было маленькое комьюнити, оно стало разрастаться, естественно, упор шел вот на любительский, на любительский спорт, потому что это намного проще, чем набирать профессионалов, мастеров, которые едут на контракты сразу сюда, и, как бы, под зарплату, это намного все тяжелее, я думаю, что приставка любительский, но все-таки мы шагаем в сторону здорового, настоящего национального чемпионата, ну, это все время, Москва не сразу строилась, да, как говорится, поэтому, да, все придет, я думаю, чуть позже наберемся терпения. Ну, короче, мы выбрали более длинный путь, но правильно. Да, с точки зрения лиги, чтобы, знаешь, бывают лиги, которые умирают через год, через два, которые все красиво, софиты и все, но она умирает, потому что не реализует себя, то есть не может себе... И у нас правильное развитие, я считаю, дай бог всем терпения в команде, мы придем к хорошему, настоящему, как говорится, да, национальному чемпионату. Да, что думаешь по этому поводу? Да, я думаю, все идет так, как надо. Раз мы тут сидим и уже снимаем подкасты. То есть мы растем, да? Мы даже не представляли, что такое будет. Это да, потому что в Фейсбуке сегодня, когда, точнее, вчера мы выложили в понедельник турнирную таблицу, и у Львов 8 очков, у них очень большой отрыв, и кто-то написал, что это профессиональная лига или пивная, потому что, видимо, превосходство одной команды наводит на те мысли, что да, они там всех разносят, и вот одна команда там какая-то суперпрофессионал, а остальные все там по стопу, по стопу. Опять же, на этот комментарий я понимаю, что люди, опять же, смотрят разные нас правильно, и кто-то может сразу шашкой на голо, как бы, да, кто-то, человек, который больше разбирается, возможно, он может оглянуться и посмотреть, что это всего лишь вторая регулярка. Мы только-только сыграли плей-офф, понятно, что у нас все в тестовом режиме было в первом сезоне, вот, поэтому, дорогие болельщики, наберите терпения, у нас все здорово получается, и в дальнейшем, я думаю, будет только прогрессировать наша лига, да, в остальном, ну, давай, наверное, сразу скажешь, что у вас не пивная лига. Ну, нет, вообще нет. Да, у нас лига, которая, у которых есть четкие ступени, по которым мы идем. Тем не менее, Львы опять всех превосходят на голу, выше и так далее. Раф, вот тебе, как спортсмену, не надоело, что вот есть в лиге команда, которая всегда побеждает практически, да, всегда всех сильнее, всегда всех впереди, то есть это как вот, если взять, там, не знаю, КХЛ, да, ну, там, ЦСКА, СКА, да, раньше, там, не знаю, Акбарс, то есть есть какие-то 2-4 команды, которые всегда выиграют титул, всегда там выиграют регулярку, и интриги, вот, как таковой, нет. Слушай, ну, я думаю, забывай, что у Львов все-таки есть одно движение. Ну, да, есть. Значит, они могут проигрывать? Могут, и Вадим об этом говорил. Но так или иначе, не знаю, идешь на матч, и если ты видишь в вывеске Львов, ты думаешь такой, ну, наверное, победа. Ну, мы же в прошлом матче показали интригу. Да, не спорю, была интрига. Значит, мы идем к правильной цели. То есть ты считаешь, что в этом сезоне Львам будет тяжелее? Конечно, так им уже тяжело. Ну, если они против нас играли в 8-7, а в том сезоне они против нас играли, не помню, но счет был довольно-таки большой, причем за нас играл Арман еще. Да, Арман, привет. А сейчас у нас в составе нет мастеров, у нас только одни любители и спортшкольники. Да, я тоже помню первую игру нашей команды, Фалконс. Мы пропустили от Пьюника точно, я помню, 16. И от Львов что-то в таком же роде, что ли, 16 шайб. Ну, сейчас совершенно другое, хоть мы и сыграли на этих выходных, да, мы, наверное, вернемся к этим матчам, хоть мы сыграли тоже в отрыве, там, 10-4, 10-5, но у нас было звено подснежников, которое все равно выходило, и звенья накладывались, было тяжело играть, но это было больше похоже на хоккей. Если мы будем смотреть там прошлый сезон и сейчас, я думаю, что Львам все равно доставляют неудобства все больше и больше команды. Это здорово, это значит, что мы идем в правильном направлении. Вот ты, кстати, и в интервью, и сейчас сказал подснежники, очень забавная такая формулировка, возможно, кто-то не понимает, что она значит, поясни. Ну, это ребята, так скажем, которые, возможно, когда-то там занимались хоккеем любительски, полгода-год, или умели просто кататься на коньках, и тут они надели форму в Тбилиси, начали заниматься хоккеем. Собственно, вот поэтому подснежники, они только-только, можно сказать, вышли и начинают свою хоккейную карьеру. Поэтому, да, подснежники есть, и в каждой команде они есть, как бы не будем говорить, что это только из-за них, там какие-то поражения нет. Наоборот, они очень хорошо сыграли игры против Вов, несмотря на то, что там забивали мастера, выходили, да, против них накладывали смены иногда, но, как бы, как и Львам нельзя в укор это поставить. Они могут делать все, что хотят, как бы, да, они все по регламенту, все было соблюдено, и с ними приятно играть. И также и своих ребят, ну, только слова похвалы и, ну, надежды на будущее, что они будут прогрессировать. Я понял. Раф, смотри, ну, в прошлом сезоне команда, которая могла составить конкуренцию Львам, это был Пюник. Но в целом это и подтвердилось, они один матч у них взяли. В этом сезоне вырисовывается так, что вы, наверное, будете той командой, да, Перцы, которая могут составить конкуренцию и как-то покусать Львов, ну, то есть отобрать у них какие-то очки. Согласен ты с этим или нет? Слушай, не будем загадывать вперед, но я думаю, шансы есть, потому что я еще раз повторюсь, что в моей фразе и при ней такая непредсказуемая команда они заявили вроде Артема, но он не сыграл. Монакен. Да, да, да. Сыграл в заявке, но он не сыграл. То есть мы не знаем, кого они привезут, мы не знаем, что вообще будет. Это очень такая... А у нас состав-то уже все, укомплектован, наши пятерки все составлены, так же, как у вас, я думаю, уважение. Ну да, у нас есть ребята в резерве, но... Так получается, что это и плюс вас всех, кроме пюника? То есть у вас состав сформирован, у вас новых людей нету, все сыгрываются постепенно более-менее, и это окей? Да, ну на этапе, так скажем, сезона, если играть в долгую, да, в длинную, то, конечно, это плюс, потому что у пюника не хватает народу на три звена, там, да, мы тоже играли в два, но если, опять же, это качество игроков, да, мы об этом разговаривали уже, если приезжают люди там из КХЛ, грубо говоря, да, три человека, то им и сыгрываться ни с кем не надо, они будут играть в одном зоне втроем, и как бы шайба будет ходить, голы будут залетать в любом случае, вот, поэтому, тут, не знаю, тут такая двоякая ситуация, если бы к ним приезжали любители на усиление, то, конечно, это был бы минус для пюника, потому что они не тренируются вместе, не играют, а так, если профессионалы, то им, конечно, это может очень здорово помочь. Окей, опять же, продолжая говорить про пюник, у них вот новый игрок появился, да, Арсена Сатрян, он первый матч в лиге сыграл, забросил две шайбы, в целом, неплохой дебют, и он выиграл, как лучший, он стал автором лучшего голова в Тарантуре, и опять же, в нашем телеграм-канале, друзья, подписывайтесь, если еще нет, прям, очень жаркая дискуссия пошла, туда налетели, ну, видимо, друзья, родственники Арсена, максимально оказали ему поддержку, накидали голосов, он выиграл с результатом 77%, но есть все остальные не набрали даже 10%, даже 5% кто-то не набрал, вот, и, Раф, ты тоже в той дискуссии участвовал в комментариях, вот, твое мнение вообще, вот, когда ты увидел, что пошли голоса за Арсена, то есть, ты такой, блин, это что такое, типа, что за фигня? Ну, честно, я ничего против не имею, я наоборот, когда, что у АХЛ просматривать идет, типа, тысячи просмотров на посте, где голоса, 300 просмотров, где его сам гол, ну, для меня это странно, для меня это странно, я думаю, что люди должны выигрывать честно, я никого сейчас не осуждаю, я в целом говорю, что это мое лишь мнение, голос шикарный, я ничего не могу сказать, обыграл, забросил, ну, типа, а что в итоге, вы мне объясните, просто как тапку, это, ну, человек накрутил просмотр, или он там друзьям разослал, как-то, это, я думаю, было так, что он, весь Омск голосовал, просто, ну, типа того, он репостнул себе, да, на личную страницу, типа, там, поддержите, ну, тогда это честно, и все поддержали, но я к тому, что вот такая прям поддержка максимально, она может повлиять на объективность, то есть, возможно, его гол неплохой, но он по факту не лучший, вот, среди тех, которые были в номинации. Ну, давай сейчас точку поставим, что на этой неделе это был лучший гол, ну, это уже не оспаривание, да, в дальнейшем, наверное, да, как-то надо обдумать этот момент, как-то, не, на самом деле, ну, понятно, что в какой-то степени объективность где-то может просесть, но тот хайп, который, да, создался вокруг этого всего, это на пользу лиги, это плюс, потому что, ну, у нас пока цифры скромные, но так или иначе, за один вечер 50 человек добавился в телеграм-канал, мне лично, как руководителя медиа-службы, это приятно, да, конечно, конечно, пусть это маленькая, но победа, да, спрошу каждого из вас по поводу лучшего гола, вот ты какой выберешь лучший гол на твое мнение, какое тебе больше всего понравилось, ну, ну, слушаю вот, про копилку, неплохой гол, а ты? Ну, да, гол у Никова очень красивый был, но, чисто, по хоккейным голам мне понравился гол про копа, хоть это и наша команда, но это не там, понравился, что была передача, бросок с ходу, сыграл очень просто, забил шайбу, и, ну, хочется больше таких голов, от простоты строится, наверное, какое-то мастерство и какая-то изрелищность картинки на матче, пас, бросок с ходу, вон таймер, гол, очень красиво, мне понравился, на тот момент я был на льду, мне понравился. Так, смотрите, нам тут поступает, так, онлайн-чат, наши зрители, которые находятся за дверью, вот, ну, вот, Петр Лебедев, защитник пинника и президент лиги пишет, что хотелось бы извинения, но Раф действительно сказал уже, свое слово, да, ну, можешь еще раз продублировать, чтобы поставить прям жирную точку на этой истории. Мы это все поставили, думаю, повторяйте, можно просто вернуть обратное, выремотать, да, в хронометраже укажи просто минуту извинения Рафа, чтобы всем было приятно. Просто бесит то, что, типа, отменяй меня за этот удар, но, типа, блин, он же тоже не мог нанести травму серьезно, так как это был удар был. Да, эту точку надо поставить просто в том, что... Оба неправы. Оба неправы, да, Раф сыграл, ну, это как кипит кровь, да, я говорю еще раз, это спустя какое-то время, когда все понесут наказание, все будут думать над этим, что больше так делать нельзя, то есть, кровь где-то закипела в этот момент, когда было неприятно, да, со стычкой, столкновения, он полетел тоже клюшкой, конечно, так делать нельзя, но это уже произошло, и винить там человека уже, сколько прошло времени, три дня, и у нас только это инфоповод, но нет. Наверное, нам нужно искать другие какие-то, более приятные моменты обсуждать их, концентрироваться на них. Наверное, так. Приятный момент тот, что игра продолжилась вообще без конфликтов. Ну, да, то, что они ударили по рукам. Романовым никто не стал, вот, поэтому в целом, нормально, нормально. Игра сложилась нормально, без лишних эмоций, то есть, все, хоккей пошел дальше, игра пошла дальше. после первого периода, когда парни зашли в издевалку, все начали, типа, ой, молодец, там, я сразу сказал, что, ребят, мой поступок не обозначает то, что вы должны продолжать конфликт, то есть, честно расскажу эту историю. Во, давай, инсайдер, инсайдер, потому что не надо. Ровно 24 часа, точнее нет, 8 часов до игры, это было пост-юнкред игровой, в часу вечер, когда была, мы едем я, Збышка и Леша домой, я говорю, Леша, Леша, давай, короче, завтра спокойно, типа, поиграем, я знаю, и ты, типа, иногда кипятишься, и я могу скипятнуться. То есть, если я там тебе где-то заделаю, мне, типа, не обессудишься, потом на первых минутах я на это просто забил, потом что-то вовремя мы начали опять толкаться туда-сюда, и я такой сижу на лавке, я говорю, все, подрались, и я думаю, бля, я же, мы уже договаривались, и мы такие, и мы такие, и мы здесь драк, и ничего, оба спортспена, все хорошо, если не поймем друг друга, типа, момент был, прошел, и типа, я здесь сижу, думаю, ебаный, мы уже там обсуждали, Леш, такой, да, тоже бездратно, а он слышит, да, вообще, пацаны, на умножение все будет, и такой, позар, у меня это вообще, и эта вся история произошла, я такой, тоже вздевал, как-то вспоминаю, мы уже только, 8 часов назад договорились о том, что не будет ничего, и мы уже тут, крайне, ну да, а вы, кстати, после матча, обоговаривали этот момент? Вы разговаривали? Нет, я его даже не видел, типа, даже не ждал, но вы когда там пересечете следующий раз, наверняка поговорите? Да, что там говорите, ну, хотя бы так, чисто по рукам дать, это понятно, я вообще, я сказал, изначально, что я обиду в шине, держу у него, я надеюсь, он тоже, такой, вот, все, мир, обычно такие ситуации, да, бывают страшные ситуации на льду, думают, что они там враги всю жизнь будут, а нет, после льда выходит, в итоге, в следующих матчах, бьют по рукам, это возможно, в матчах, да, это возможно, но в жизни, я не знаю, в жизни, я не знаю, чтобы переносили, вот, сольда в жизнь, может быть, такие моменты и были, когда-то в хоккее, но это, наверное, неправильно, по спортивному, да, спортсмены, ты меня поймешь, спортсмены, которые играли, вообще, в хоккей, и профессиональные любительские сплошколы, и после сплошколы, это вообще обычная история, драка, время матча, стычки, не стычки, это же, это просто цветочки даже были, и, типа, все, что бывает, найду, а следствие, найду, типа, даже после матча, подражают, типа, ой, там, Ваня, красава, вообще, как ты мне там, и, типа, это нормально для меня, вообще, а у ребят, которые не игравшие, это для них, это все, типа, край, все, ты, я там, ударил перед отцом, ты, что, после игры поговорим, нет, у меня такого нету, типа, он мог даже меня еще, как-то там, обидеть или ударить, я бы на это даже не держал зла, то есть, мы пока еще не вернулись обратно же к Львы и Фалконс, хотелось бы спросить у тебя, побольше познакомить, наверное, тебя со зрителем, да, опять же, да, кто ходит за тебя болеть, вот конкретно твои болельщики, возможно, кто-то из семьи, или девушки, или друзья ходят на матчи твои, так, периодически на каждый матч ходит моя девушка, это просто, друзья, периодически ходят, родители смотрят в основном через телевизор, бабушка, дедушка, там, все просто, весь город Аташа смотрят в телевизоре, из друзей, кто приходит, и, да, из знакомых, вот, типа, даже, был случай на последнем матче, когда я вышел после первого периода, в этот, в холл, да, ко мне подходит какой-то парень, говорит, ты, красава, спасибо, это очень радостно, больше так не и делай, да, с красавой, больше так не и делай, это радостно, радостно, что все-таки у моих хоккеистов уже, это здорово, Раф, вообще, у него не первый случай, как-то, где вы были на какой-то, на концерте, да? мы с Никитой были на концерте, на концерте ЛЖ, и ко мне тоже подходит молодой человек, такой, просто, знаешь, я стою там уже с Никитой, мы там пляшем, вот так тянем за капюшон, и я такой, ты же Рафик, с перцев, да? Я такой, ну да, красава, но больше так не делай, прикольно, видишь, что вас уже постепенно узнают, даже где-то в рандомных каких-то местах, окей, давайте все-таки про Фелконс-Львы, да? Два матча, два поражения, 4-10, 4-10, минут 10, минут 5, 10, 5-го, 4-5, 10, 5-10, вот, Денис, ну, стабильность, стабильность, да, к сожалению, да? В итоге, в итоге я подводил, в интервью, да, но, да, спасибо команде, на самом деле, что собрались, приехали, у нас Инсав Нуреев играл первую игру за Фелконс, очень хорошо себя показал, просто, есть ли какая-то неразбериха, да, в составе, немножко, друг друга не понимаем, но, опять же, разговаривали каждый перерыв, то есть, у нас была здоровая атмосфера, никто ни с кем не ругался, все понимали, что мы должны играть не на результат, а должны играть на сыгранность, да, на поиск себя, друг друга, партнеров, поэтому, не знаю, команде только благодарность, и дальше больше. У вас, на самом деле, если, опять же, проводите аналогии с НХЛ, у вас команда в стадии перескута, стройки, а Львы, это уже состоявшаяся команда, у которой ростер один и тот же, они вот все, вот они все построили, и они уже на этом построенном двигаются. Да, они систематизированы, здорово просто работают, у них каждую неделю, они там на тренировках забирают полностью, то есть, четыре звена, три звена, четыре звена, у нас, конечно, такого можем не считать, каждая, наверное, команда, то есть, у нас нет такого, как такой стабильности в тренировочном плане, да, вот, но команда, да, в стадии перестройки, если мы касаемся, Фалканс, но, наверное, лидеры остались те же, у нас перестройка только среди, там, у нас инсав появился, да, инсав, это большое усиление для нашей команды, отличный игрок, который, я еще раз повторюсь, когда они друг друга найдут, они покажут, что они могут намного больше забивать, и что мы можем играть еще сильнее в обороне, то есть, помогать и Сереге Маюшкину, Серега Маюшкин играл первый, первый раз садил форму спустя месяц, то есть, там, тренировался один день, в Тбилиси он из Москвы приехал, месяц был в Москве, тренировался один день, и приехал на игру, то есть, опять же, да и к нему претензий не было, он тащил как мог, ну, то есть, и на пустые, сколько, там могло валяться 15, могло валяться 15, вот, Серега тоже себя показал отлично, просто, из-за нехватки вот этого, так сказать, льда, физической активности, возможно, где-то он подустал, вот, но, я не знаю, претензий у меня нет ни к кому, честно, к себе есть претензии по этим играм, по первому матчу, и по второму, там, есть к себе претензии, а к ребятам, честно, никаких претензий, все молодцы, да, у вас пропали люди, нападения там, и манглютов вроде, нет, миролюбов, да, и Романенко, да, где он? Романенко отдыхает в Таиланде, мы все передаем большой привет, надеюсь, он к нам вернется, но пока от него новостей нет, он там где-то на улице, знаете, гуляет, злачных, я не знаю, почему его тайки заходят ко мне на страницу в Инстаграм, пусть он как-то это остановит, и у жены появляются вопросы, вот, а в остальном, да, а в остальном завидуете меня, нет, спасибо, вот, да, и на этой милой ноте мы прощаемся с Рафиком, спасибо, что пришел, спасибо большое, спасибо, и сейчас мы будем общаться с нашим вторым гостем, это Карен Каспарянс, тоже игрок перцев, у нас пока одни перцы в подкасте, но просто так получилось, вот, а почему так получилось, вы узнаете скоро, и синхронные клапки, и уже, да, Тёмечка, блин, я не могу на подкасте, брат, на подкасте, я в Африке, итак, Карен Каспарянс, второй гость сегодняшний выпуск, Карен, здорово, короче, как будто не здоровались, да, ну что, Карен, ты в Москве был, ездил в командировку, так сказать, отдыхал от Иривана, расскажи, как ты провел там время, скучно, когда не было хоккея, ну и там, так как Москва большой, да, и дел много, ну, как бы, быстрее я не ходил, пробки, не пробки, сразу, знаешь, проснулся, уже вечер, ночью, а здесь, наоборот, просыпаешься, и там, ждешь тренировочку, долго-долго, тренировочку идешь, посерешь, кушаешь, там, не знаю, ну, короче, классно, если сравнивать с Москвой, ну, Ериван, это вот в данный этап, жизни, ближе из-за хоккея, из-за всего, потому что я БАО не везу, я БАО не везу, я БАО не везу здесь, и жду вот этого хоккея, просто 4 года, и вот, благодаря Еривану, благодаря Петру, как скажем, все, вот эта моя хоккейная история возобновилась, я этому очень рад, и, если бы не было хоккей в Ериване, честно, ну, мне здесь словить нечего, потому что и ребятами по знакомству с офигенными, и в целом мне это нравится, обстановочный, поэтому Москва, это так, не воздух наоборот, а как-то, знаешь. Ну, ты съездил с родными, увиделся, кстати, у Карена выйдет влог, который захватит жизнь в Ереване, в Москве, вот, поэтому мы ссылочку, если что, оставим в описании, да, смотрите влог Карена. Кто не видел влог с АХЛ, тоже смотрите. Карен, значит, без тебя команда сыграла два матча, да, Перцы, они проиграли львам, но проиграли прям достойно, и обыграли пеник, ты следил за матчем команды? Да, я следил, конечно, рано не просыпался, да, чтобы посмотреть, но потом смотрел все голы, все моменты, да, там, у нас выходит просто нарезки, смотрел, круто, реально отыграли, команду вообще супер, с Альварием 87, это очень хороший взгляд, это был так, поэтому, я думаю, если бы мы вышли в финал, было бы интереснее смотреть наш финал, чем, конечно, Пеникс играл, да, что поделать, так получилось, в следующем году, точнее, скоро, да, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы выйти в финал, и дай бог выиграли. Но сейчас, вот мы обсуждали с Рафиком, что Перцы, вот в прошлом сезоне Пеник, да, был таким основным раздражителем Львов, да, а теперь вы, потому что вы с ними хороший матч провели, уверенно обыграли Пеник, и теперь Перцев, как бы, вот такую, условно, команду номер два в АХЛ, как раз ценим, ты согласен, Свет? Я согласен, потому что у нас много молодых игроков, которые поигравшие, там, где-то, и даже не молодые ребята у нас хорошо играют все, то есть, Серега, Паша, да, они все в порядке, для своего возраста, то есть, команда реально усилилась, еще я приехал, сейчас будет вообще, а ты видел, вот, если мы говорим о взрослых игроках, какой пас Паша сделал на Ямникова, блин, вот это я не видел, да, там, короче, гол, но вот, он заехал в зону, он пытался между ног, свидетел, да, ну, классно, да, но Паша, мне кажется, сам не ожидал такого, Паша, я целую видеть Пашу, Паша очень классно видит поле, он очень видит классное поле, он прослеживает реально классное, поэтому молодец, Паша. Второй раз уже напоминаем об этом моменте, об этом момент будет прямо сейчас, мы его покажем, мы не раз, да, это классно, это крутой пас был, я когда увидел, блин, ничего себе, у нас такое, ну, знаешь, ради справедливости сказать, да, как ты говоришь, старички у нас тоже двигаются, вчера Паша с усов, с неудобной руки в 9 забил, обыграв, при этом, до этого, три игрока, то есть Паша, да, Паша добавляет, обыграв, меняйся, отличный. Он показал, он показал, да, Карену, что отдает мне передачу, Карен уехал ко мне, и он уехал спокойно на пятак, да, это было. Я думаю, как бы, хорды там два забил, ну, ладно. Главное, чтобы ты забил в эти выходные. Я стараюсь забить, да, мне обидно, чтобы он пропустил, потому что, мне кажется, ему можно набрать очки, честно говоря, я хочу набрать какой-нибудь отчетчик, да, чтобы была статистика. Но тебе важнее забить или передачу сделать? Ну, важнее выиграть, честно говоря, вот, да, не важно какой результат, главное, чтобы команда выиграла, ну, и, конечно, важно забить, чтобы помочь, если я забью, получается, помогу команде, да, поэтому, конечно, хочется. И важно не делать во время матча прогнозов, я ссылаюсь на твое видео. Ты можешь это видео вставить? Мы сейчас его вставим. Пока выиграю, все нормально, второй период. Пока я сказал, пока. Сейчас проеб*****. Приятно, кстати, что у всех игроков перцев один и тот же, как скажем, одно и то же мнение, что важно не свои личные какие-то регалии, там заслуги, а то, что важно, чтобы выиграла команда. Я все пытаюсь выцепить вот этого игрока, найти его, который будет говорить, нет, мне надо вот, чтобы моя статистика была лучше. может кого-то из Львов или из Пьюника вы ни на кого не намекаем, да, но... Потому что мне хочется, чтобы сказал человек, да, вот я хочу голы, мне надо голы. кто-то не скажет, честно говоря. Да ладно, разные игроки бывают. я имею в виду, типа, кто-то делает так, но мне даже не скажет в лицо время-то. Но для меня, конечно, тоже важно очки заработать, но и важно выиграть, потому что, ну, мы приезжаем, тренируемся, что выигрывали, я противоля прилетаю вообще с другой страны, ради какие же, чтобы выиграть. Я здесь немецкий, знаешь, чтобы раз поехать, ну, проиграл, проиграл, надо выигрывать каждый матч. Поэтому берите Фальконс, пример с нас, в натуре. В натуре берем пример, да, уже работаем над этим. Карен, спасибо, что за нас болеешь. Я за Фальконсу болею. Если кто-то играет, я за Фальконсу болею всегда. Да, и, кстати, приятно слышать, что, когда идет принципиальный, да, вот, мы играем с львами и в плей-офф, и сейчас в регулярке, приятно слышать, что болеют за нас. То есть, мы находимся в другой стране, да, но болеют за Тбилиси, болеют за Фальконс. Либо, либо вопрос такой, либо вы болеете против львов. Давайте тоже. Нет, вы приезжаете с другой стороны, как ты сказал, вы заселяетесь куда-то, автобус, автобус, то есть, вы, ну, реально, приезжаете ради хокешки поиграть, ну, как сказать, мне иногда жалко будет, вы так вот делаете, ты привозил брата своего, да, много чего вы стараетесь, делаете, у вас не получается. Я болею только искренне из-за того, что вы, так скажем, чуть-чуть, где-то слабее, возможно, но и я всегда болею за ту команду, которая вот... Работает, да. Да, вы стараетесь не как ездить с Грузии сюда, чтобы сыграть. Кстати, спасибо большое Лиге тоже, потому что поддерживают Фальконс очень сильно в этом всем, и, ну, отдельный респект, да, Лебедеву, Петру, все-таки мы отдадим, да, от, 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 от всей команды Фальконс, большое-большое спасибо, да, за то, что, во-первых, большое спасибо за такой чудесный чемпионат, что мы можем в нем принимать счастье, и за поддержку Фальконс отдельно, да, огромное спасибо. Да, Петя, спасибо за все, мы тебя очень сильно любим, ты вообще... И за колбасу тоже, за базилик все, кушайте, кто в Москве, Тут этот калаш, где мы все в сердечке, где мы все в сердечке, и пейте рядышком. Пасторг, супер. Итак, третий тур, Перцев играют два матча против Львов и против Паника, Карен, ты приехал, усиление у Перцев еще больше, то есть, твой прогноз давай на эти матчи, потому что, Львы, да, смотри, четыре матча выиграли из четырех, но фавориты, как обычно, и первый матч был без тебя, когда они сыграли 8-7, то есть, как тебе кажется, как сложится эта игра, будет такая же борьба, вот прям кость в кость, да, или Львы вас раскатают? Слушай, я тебе так скажу, что помимо меня приехало, мы усиление, так скажем, да, еще Артем Монакам будет играть за нас, понимаете, потому что это уже серьезно, как бы, Львы, но это вам, вы бойтесь тогда, и будет жиловара, наверное, ну, будет нам, точнее, полегче, как Артем, да, есть у нас, и как бы, есть развязочные, с кем можно поиграть, и, ну, как бы, и я есть, да, который тоже что-то там может где-то забить, поэтому посмотрим, как это будет, надеюсь, бездрак, как это обычно бывает, да, с Альвами, ну, чисто на уважении поиграем, да, и я верю в это, почему нет, мы столько тоже стараемся, у нас реально перцы, больше всех на тенорку ходят, всегда, у них два человека у нас на тенорку, и реально, люди стараются, приехал Монакян Тёмович, и Циворский, у нас рука зажила уже, Рафик, как я уже готов там уже, ну, по Рафику пока вопрос, возможно, мы завтра выпишем дисквалификацию, вот, я с Рафик, считаю, вот, состав играет очень боевая, ну, вот, Артём, да, он приезжал на плей-офф, он провел две игры, набрал 9 очков, у него 7 плюс 2, если я не ошибаюсь, ну, то есть, насколько это офигенное усиление для вас, и вы вполне, возможно, Львов обыграетесь, я так скажу, что мы не проиграли, видишь, к Юникупу мы проиграли, да, с Артёмом, ну, потому что, не было вот именно нормального состава, а у Юника была на тройке, который, наверное, хорошо обыграл, и сейчас, Денису Шетихонов, ну, я говорю, сейчас у нас такая, такая, так сказать, пятерка, даже, что я, может, на баночке усилю, я надеюсь, это будет усиление на баночке, но, короче, в состав сильный, и мы поборются, и выиграем Львов, я уверен, мне кажется, это, что мы проиграли, я не знаю, нет, подкаст выйдет завтра, поэтому мы узнаем об этом только в следующем подкасте, как сложилось, что мы выиграем, мы верим в победу, потому что Львам уже пора, реально, чуть отдохнуть, вот я, кстати, задавал вопрос, точнее, не я, Фелия, вот Львы уже привыкли побеждать, то есть, у них за все время существования АХЛ, одно поражение, и то, которое там вообще, ну, они там на последние секунды проиграли, они привыкли побеждать, и насколько психологически им будет страшно проиграть, ну, то есть, они уже привыкли вот в этом статусе, что мы всегда всех побеждаем, и вот, как думаете, как Львовы будет проиграть, как они смогут пережить это поражение? Я думаю, что пока они проиграют, они даже не будут об этом думать, о поражении, то есть, у них сейчас, они набрали хороший ход, как настоящий такой локомотив, крут, вот, и пока они не потерпят первое поражение, они не будут думать о поражении, то есть, на них все команды сейчас, это как проходные, ну, то есть, мы видим это, видим это. Ну, это очень шапка закидальская. Ну, да, кроме перцев, давайте так говорить, потому что перцы, правда, усилились на рынке, на трансферном, да, они, их усилили очень сильно акулы, то топовые игроки акул, вот, и сейчас, конечно, мы видели уже этот матч 8-7, когда была игра кость-кость, до последнего, Дима Мазанко там творил, опять же, стоял на ушах, вот, и, и, это был интересный матч, я, честно сказать, я, вот, Карен дает предпочтение Фалконс, я не буду никому предпочтение здесь отдавать, но я буду болеть очень сильно, до последней секунды, чтобы была борьба, и игра в одну шайбу, то есть, либо мы увидим первым, возможно, в этом сезоне, овертайм или буллиты, да, я хочу, чтобы это была настоящая игра кость-кость до конца, это самое главное. Вот это самый важный момент, да, вот, я люблю такие игры, потому что, когда, не в обиду там, клянику, но когда был финал, я даже, ну, не знал, что кто выиграет, уже почему-то было понятно, и так и получилось, счет 15-4, там, ну, короче, для меня, это был финал, ну, не такой интересный, потому что, что-то было очевидное, да, а вот здесь, когда счет, топорием 8-7, да, вот это интересно наблюдать, смотреть, чтобы за каждую секунду, у тебя было на счету, и ты вот смотришь, как зритель, как ты играешь, знаешь, как зритель, не как игрок, и вот это круто, когда борьба идет, а когда вот такой счет уже, сейчас на Оль, уже думаешь, блин, где бы, да. А что случилось с Пинником? Вот давайте это обсудим, команда проиграла три матча в финале, понятно, да, стартовала с двух поражений в регулярке, что случилось с командой? Ну, отсылаясь к регулярке, опять же, у них были тройка, да, хорошая, там, Локтюшин играл, Пересторонний сейчас, который уже пропускает первые две игры с Пьюника, получается, в этом сезоне, вот, просто был хороший коллектив, команда, которая играла, получалось комбинировать, и следствие, как бы, они закончили на втором месте, обыграли Львов в первом сезоне, вот. Нет, а сейчас, вот смотри, получается, сейчас их нет, убрать Пересторонина, да, и все, и Локтюшин тоже, еще есть фамилии, я просто, честно говоря, не помню, вот, кроме Локтюшина, Пересторонина, были еще, Арсен, а Сатряна, это новичок, Тигран был, ну, тогда не было, Толя Пагасбекян еще был, Пагасбекян, да, но он сейчас в Америке, там, да, ну, то есть, вот их нет, поэтому, конечно, команда слабла, то есть, когда основные игроки, которые забивают голы, уходят, естественно, команда терпит, ну, перестройку, тоже, то же самое, вот, как ты говоришь про Фелканс, то же самое здесь. Вратарь еще был у Пьюника, хороший, ну, вратарь, вратарь у Пьюника и сейчас, и сейчас, для этой, для этой команды, все улетели, то есть, по сути, команда такая осталась, команда, но улетает, это обстоятельства там, и так далее, еще у них Шкепа был голкипер, помните такого? Да, я помню, я помню, это уголкипера, да, ну, то есть, многих, много, кто был, сейчас их нет, поэтому тяжело команде, просто тяжело. Еще тренер Игорь Кривых, как бы, тоже сел на баночку, так скажем. Да. Ну, окей, хорошо. Градусы понизились, повысились. Да, Петь, уже зайди в кадр, скажи. Скажи, мы и то нет, ребят. А, Васильевых, да, вот, Петя нам подсказывает, что в обороне нет Васильевых, в атаке, это тоже. И еще Геннадий к нам перешел в трансфер. О, это вообще, извините. Геннадий, это легенда. Хорошо. Пеник сразу ослабил, моментально, как Геннадий покинул нас и в Пенце пришел. Но Пеник должен уметь играть без лидеров. Вот, Игорь перешел на, исключительно, тренерскую работу, не было Паши. Вот, вы видели, прослеживалась игра какая-то у Пеника, или нет? Или это был какой-то хаос на льду? Да нет, очевидно, наша команда была сидеть по составу, очевидно. Ну, Денис, а если брать игру вот именно Пеника, вот ты как со стороны можешь, у них какой-то рисунок наблюдать, какие-то взаимодействия, что у них происходит? Или какой-то, они сейчас вот потеряли всех лидеров, и такие, а что нам делать, как нам быть? Я, наверное, все-таки, как с моей точки зрения, да, конечно, команда просела. Я говорю, что это не только лидеры, это кадры. То есть, если в команде у тебя не хватает, там, три-четыре звена нет у тебя, да, у тебя выходят два играть, из которых там, ну, нет явного лидера, да, то, конечно, команде тяжелее, намного тяжелее играть, тем более против нынешних перцев, против нынешних львов, да, наверное, наверное, Пюник будет играть против фалконов, и мы будем там показывать какой-то свой хоккей. Пока что я вижу это так, но, да, ну, конечно, тяжело, рисунок игры, да, наверное, есть, потому что, все-таки, хоть и любители ребята, но они все тренируются, ходят, мы делаем различные упражнения на тренировках, и Игорь, в принципе, им подсказывает, как работать и позиционно, но когда у тебя нет вот этого крепкого центра, так скажем, от которого отталкиваются уже и любители, тогда, конечно, тяжелее становится. Нужно брать на себя, да, тащить, как бы, это одеяло самому, тянуть его, но пока такого игрока в Пюнике нет, я очень надеюсь, что Мирослав раскроется в ближайшее время, то есть для этой лиги у него бешеный потенциал, он может забивать намного больше, и так же, как Руслан Васильев, тоже молодой игрок, который может себя проявлять, мы ждем раскрытия, я думаю, что если к середине сезона они все-таки поверят в себя, добавят, будут больше бросать, атаковать, добивать, лезть на ворота, я думаю, что и этими кадрами можно делать результат, на Мирослава надеемся, ждем Васильева, Руслана, и, ну, я думаю, что у Пюника будет намного, намного легче обстоят дела в этом. Ну, хочется, чтобы уже новые какие-то имена раскрывались, да, вот у нас есть какой-то костяк, там, Крузнецовый, да, там, кто еще, Каре, вспоминай. Крузнецовый. Кто у нас еще такие обычно много очков набирает? Ну, вот, Фальконс, Гузиев нет, не собирает. Ну, Тос, Гузиев, да, Гузиев, появился Прокоп, но это новое имя. Ну, у вас там, Рафик, да, Инцеловский, там, в основном очки набирает, но Денис появился, да, Ну, Иников, да. Я бы отметил, честно, как, может быть, лидеры не в атаке, я бы отметил, игрока Львов, 69-й номер, не вон, Хачтур, да, Хачтур, очень, ну, он добавляет на глазах, вот, и в прошлом сезоне он очень удивил, то есть, человек, который не занимался хоккеем, там, с детства, да, профессионально, ни в каких ЦСКА, Спартаках, там, нигде не был, но, Гузеева не отпускает, он его кусает до конца, то есть, он ему мешает, но это уже, это уже какой-то показатель, для меня, может быть, да, я не отмечу там игроков атаки, но, как, наверное, вратарь просто в прошлом, я вижу оборонительные действия, вот этот игрок для меня, конечно, это открытие прошлого сезона, и, наверное, возможно, один из лучших новичков этого сезона, то есть, Хачтур молодец, продолжай в том же духе. Окей, сейчас такая картина может сложиться, что после трех туров у Пинника, ну, я, конечно, возможно, слишком топлю Пинник, но просто очевидно для меня, это главный ойсайдер сейчас, на данный момент, то есть, если вы сыграете с Пинником, вот ближайший матч Фалкенс, то Фалкенс, скорее всего, победят. А когда у нас сыграет с Пинником? С Фалкенс? Я не помню, но мы сделаем здесь картинку, там будет все видно. Через неделю, по-моему, мы играем, а вот 9-10 декабря, да, у вас Фалкенс с Пинником, да, насколько это будет Пинник, да, вот вроде так, и просто я к тому, что такая картина сложится, скорее всего, что у Пинника будет после трех игр 0 очков. Тоже сейчас, знаешь, так говорить нельзя, полторы недели сейчас они будут работать, мне кажется, просто, мы сейчас еще скажем, так, на подкасте, они все посмотрят, у них самолюбие заиграет, они разозлятся и скажут, Игорь, ты что, вообще не сешь? Ну, конечно. И докажут мне обратно, но я буду только рад, на самом деле, если так произойдет, потому что уже хочется какой-то действительно борьбы, я человек, который за НХЛ следит плотно, и хочется интриг, хочется борьбы, хочется каких-то открытий, вот, потому что не хочется, чтобы наш чемпионат скатывался в какую-то предсказуемую историю, как НХЛ, опять же, я сегодня уже проводил эту аналогию, и это влияет не только на зрелищность и на посещаемость игр, но и даже внутри, когда ты работаешь, ну, ты теряешь какой-то запал внутри себя, и даже вот Карен говорит, когда он приходил на финал, типа, ну, я вижу, что уже, я понимаю, что... Да, нет, но у многих, у многих такое впечатление сложилось, но я думаю, что это вопрос времени, опять же, ребят, мы сыграли один год, первый сезон, плей-офф у нас закончился только сейчас, то есть, опять же, да, мы возвращаемся к этому, я думаю, что здесь не стоит, прям, так скажем, хоронить нашу лигу, там, то, что мы сравниваем с КХЛ, это отлично, то есть, если наша лига когда-нибудь дорастет до такого уровня, либо один из клубов будет представлять Армению в КХЛ, это будет, ну, супер, я думаю, что для наших, и опять же, мы говорим, ты упоминал там, ЦСКА, СКА, такие клубы, но мы не говорим о Торпеде и Северстале, все-таки, в последнее время как-то и КХЛ стало поинтереснее смотреть, в последнее время, да, то есть, да, и мы к этому тоже придем, не будут ли вы всю жизнь, там, гегемонию здесь устраивать, не будет такого, что 15 лет только они чемпионы, хотя во многих чемпионах европейских есть команды, которые там, и в НХЛ есть команды, которые выигрывали подряд, там, 10 лет, тот же Детройт и Торонто, да, там, в какие-то волосатые года, то есть, там, устраивали гегемонию, это нормально, когда все только начинает строиться, дальше будет больше, я думаю, будет. Игроки приедут, потому что, когда уже приезжают, вот, любые, они же там, очевидно, если Кузнецова бы не было, ну, очевидно, что была бы команда слабее, я не говорю, они все молодцы стараются, они, я знаю, тренируются сами, вот, реально, они молодцы, они, наверное, больше всех тренируются, вот, Вадим, он УФП делает, там, и так далее, они молодцы, но они все равно без Кузнецова, им было бы тяжелее играть, поэтому, нам бы привезти, вот, в каждую команду, из каких-то, манукеанов, уже будет что-то равное, где-то нет, в каком-то, где-то есть, поэтому, то есть, у нас есть шплавы команды, у нас сегодня может быть перцы сильные, завтра к леник, типа. Своя интрига есть, короче, да? Да, но ради справедливости, тоже скажем, что Львы, да, несмотря на то, что у них есть Кузнецова, которые тянут серьезно команду, Львы добавили, все-таки, по, с самого начала, да, и второе, третье звено у них, более-менее, у нас там окоп выходит, уже в финале голы забивает, там, ван таймером сходу, то есть, ну, это о чем-то говорит, и большая Вадима работа, опять же, да, мы, по-моему, говорили об этом в прошлом подкасте, да, нет, Львы растут быстрее всех, конечно, из-за того, что у них есть, во-первых, регулярные тренировки в полном составе, второе, у них есть хороший специалист в команде, да, Вадим, и третье, и третье, конечно, да, и третье, это, конечно, ну, игроки, которые сейчас лучшие, по всем статистикам, которые мы можем увидеть, да, то есть, голы передачи, я заметил, вот, 21 номер, это рубль за у парня, он тоже подбавил, вот, он раньше не так забивал, сейчас в каждом матче, вальвар, да, Михаилян, капитан, да, капитан команды, вот, он молодец, он реально подбавил, забивает, подседует, он уже набрал очков 7, я очков 7, ну, один, он сбок 5, подбавляют, да, подбавляют ребята, и это круто, потому что, они стремятся тоже, вот, попасть куда-то, да, ну, сборную Армении, да, да, это наша цель, да, у них есть гражданство, все нормально, да, это все возможно, главное играть, да, и вот, тренироваться. Наша задача, просто, чтобы другие тренеры, и другие игроки, конечно, зажглись этой идеей, сделать не только там для себя, да, результат, но и результат для лиги, чтобы можно было обыгрывать, чтобы не было такого, что, ну, Львы сегодня там с Фелканс играют, ну, пойдем посмотрим, как там идет этот разрыв, да, чтобы такого не было, да, чтобы такого не было, нужно, чтобы каждая команда просто работала над собой, я думаю, что все получится, да, это в долгую, это игра в долгую все-таки, давайте об этом тоже не забывать, это не бывает такого в хоккее, что команда там, одна начинает, ну, реально с сильным составом, реально с хорошими условиями на катке, с хорошим тренером, да, и другая команда, которая там, вот пивник, мы все, их закидываем, закидываем, но по факту у них сейчас играют только любители, то есть из спортшкольников, за них играл новый, да, новый паренек, приехал, как еще раз зовут, совсем забыл, Арсен, да, Арсен, Арсен приехал, из, ну, он спортшкольник, он не мастер, все равно ребята, которые прошли там путь в ИХЛ, да, там где-то играли во вторых командах под КХЛ, в любом случае они опытнее, правильно, и я думаю, что у пивника это тоже просто игра в долгую, просто посмотрим, что будет через месяц, через два, возможно, они опять же усилятся тоже, да, кем-то кто-то приедет сюда играть, я думаю, что все впереди, просто начало чемпионата, оно всегда такое, много вопросов, много там интриги, какой-то, но и мы уже тут испугались, что все, ну неужели Львы там снова выиграют, нет, у нас есть команда Перца, у нас есть Спюник, которая строится, ничего страшного, что они строятся, у нас есть Фелконс, которая строится, я думаю, что к плей-оффу, но никто не ожидал, что Фелконс с Альварием будет в первом раунде устраивать войну, не просто отдадут матч, а устраивать войну, никто этого не ожидал, поэтому я думаю, что опять же, ближе к стадии плей-офф начнутся игры кость-в-кость, там будут, может быть, борьба уже у нижних команд не за первое место, но я думаю, что это просто будет, команда будет наигрываться на первую стадию там плей-офф, то есть, ну я ничего критического не вижу в начале сезона, все отлично, работаем дальше, хорошо, хорошо, дорогие друзья, тогда мы заканчиваем наш подкаст, еще раз напоминаю, расписание третьего тура АХЛ, 2 декабря в 11.00 сыграют Перцы и Львы, и 3 декабря тоже в 11.00 сыграют Перцы против Паника, будет очень интересный матч, мы вас всех ждем, приходите, вход свободный, всех будем ждать на играх, потом будет Карен, Карен будет забивать, отдавать, я надеюсь, да, чтобы он наконец-то начал убивать себе статистику, сегодня в подкасте мой ведущий, как обычно, Денис Сурканов, Карен Каспарян, спасибо, что пришел, с ведущей, да, Карен, спасибо, дорогие зрители нашего подкаста, пишите, опять же, отклик в комментариях, обязательно, кого вы хотите видеть здесь, в этой студии, у нас были пока игроки только Перцев, надеемся на вашу активность, вы можете повлиять, надеемся на вашу активность, да, и приходите на матчи, смотреть на наше детище, на нашу работу, большой команды, мы вас очень ждем, и делаем только для вас это, спасибо, смотрите, хоккей, кушат и базилики, да, спасибо, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...